На первом карагандинском новости в суде работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Карагандинцы сообщают о необоснованном повышении цен на сахар. Открылась постоянная выставка местных производителей. В прошлом году полицейскими было изъято более 120 единиц оружия. 160 тенге за 1 килограмм сахара. Такую цену в магазине Айна, что в Майкудуке, увидел карагандинец и сразу же анонимно обратился по телефону на наш телеканал. Мы решили проверить этот факт и выехали на место торговли. Продавец магазина Айна, когда увидела съемочную группу нашего телеканала, сразу стала волноваться. Ее интересовало, что мы тут снимаем. Конечно, сахар за 160 тенге за 1 килограмм. К нам в редакцию обратился пенсионер и сказал, что по данному адресу этот сладкий продукт продается по завышенной цене. Продавец рассказала, что сахар они закупили на оптово-розичном рынке за 147 тенге. Видно, что женщина знала, что этот продукт не может продаваться по такой цене и поэтому быстро и демонстративно сорвала ценник. На днях руководитель департамента статистики сообщила руководству области, что за неделю рост цен зафиксирован по 14 номинованиям из 33, что за последние сутки наблюдается снижение в различных торговых точках. Не изменили цены за неделю по 15 номинованиям. Это на хлеб, мясную продукцию, молоко, сметану, творог, масло сливочное, маргарин, соль. По некоторым зафиксировано даже снижение в различных торговых точках. Это на муку, первого суток на 17 тенге, макару на изделие в среднем на 4 тенге, майор и вичнику в среднем на 10 тенге. Но видно, что цены продолжают расти. Как сказал руководитель областного управления предпринимательства Мерлан Биалиев, в феврале в область поступило 17 вагонов сахара. И в настоящее время карагандинскими предпринимателями поданы заявки на поставку еще 15 вагонов этой продукции. Цена поставки не менялась и составляет 120 тенге за килограмм. Николай Кровец, Габиден Курушпеков, Бахтя Роспанов, Первый карагандинский. Такой вид спорта, как пауэрлифтинг, в Караганде не развивается, считает молодой спортсмен из Абая Виктор Пряхин. Недавно ему поступило предложение выступать на соревнованиях за чужой город-семей. И он с удовольствием согласился. Почему шахтерская столица не имеет средств на собственных спортсменов, узнавал Николай Кровец. Спортсмен из Абая Виктор Пряхин усиленно готовится к предстоящим соревнованиям по пауэрлифтингу, которые совсем скоро пройдут в Восточно-Казахстанской области. Туда он поедет представлять не шахтерскую столицу Казахстана, где родился и вырос, а город-семей. Оказывается, в Караганде на подобные состязания денег не предусмотрено. Однако спортсмену все равно, за какой регион выступать. Главное, чтобы его мастерство оценили по достоинству. Совсем не обидно. Здесь, в принципе, хорошие тренера, хороший тренерский состав, хорошие спортсмены. У нас очень сильные спортсмены от мухачей до тяжеловесов в пауэрлифтинге и в жиме лёжа. В принципе, и тренерский состав, я думаю, финансирования маловато здесь. Бывает, на чемпионат Казахстана не все выезжают спортсмены. Пауэрлифтингом Виктор занимается 10 лет. Самый большой вес штанги, который поднимал мужчина – 202 килограмма. Прякин трёхкратный чемпион Казахстана, мастер спорта международного класса среди профессионалов. По словам молодого спортсмена, пауэрлифтинг в Караганде вообще не развивается. Хотя появляется всё больше людей, которые желают им заниматься. Мне кажется, в Караганде пауэрлифтинг стоит на месте. Не процветает, даже, может быть, чуть-чуть двигается назад. Потому что многие спортсмены из Караганды выступают за другие города. Но, по крайней мере, я знаю, что есть один ещё человек из Караганды, который выступает за город семей. Это Фольман Владимир и я. Президент Федерации пауэрлифтинга Карагандинской области Акмаль Маткаримов говорит, что многие казахстанские атлеты сегодня выступают за другие клубы. Не только городов, но и даже стран. Большинство ребят, которые занимаются пауэрлифтингом, финансируют себя сами. Они ищут спонсоров среди друзей и родственников. Мы сталкиваемся уже давно с этой проблемой, что есть очень перспективные ребята, которые могут себя показать хорошо на чемпионатах мира даже, но их не спонсируют. Это самая большая проблема в пауэрлифтинге. Может, только потому, что мы не вошли в состав олимпийских видах спорта. Как сказала по телефону начальник управления спорта по Карагандинской области Наталья Сухорукова, в этом году денег на пауэрлифтинг выделено не было. Она заявила, что в нашей области у таких спортсменов есть своя федерация. Пусть они самостоятельно находят средства. Виктор Прякин нашел такое финансирование, но только в другом городе. Николай Кровецк, Ратрашитов, Бахтяруспанов, Первый Карагандинский. В прошлом году за незаконное хранение, приобретение или передачу оружия в общей сложности было изъято более 120 единиц вооружения. Сегодня полицейских областей волнует участившиеся кражи и утери оружия, что увеличивает его нелегальный оборот. В 2013 году сентября по ноябрь в Карагандинской области была проведена акция по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения. За каждую единицу сданного оружия полагалось вознаграждение. Карагандинцы сдали почти 700 единиц огнестрельного оружия. Но в последнее время в Карагандинской области увеличиваются факты квартирных краж, при которых похищают оружие. Похищено 40 единиц оружия и утрачено владельцами 210 единиц. То есть можно уже смело утверждать, что практически данные единицы могут уйти в нелегальный оборот и могут использоваться в преступных целях. По указанному факту кражи или потери оружия проводится расследование. От краж даже сейфы не спасают. В министерстве в прошлом году рассматриваются вопросы об внесении предложений, изменений дополнений в законодательство Республики Казахстан, для того, чтобы все владельцы огнестрельного оружия сдавали свои сейфы, квартиры под сдачу охранных структур. Охранных структур или, как мы на сегодняшний день, под охранную сигнализацию. Предполагается, что при долгом отсутствии у владельца оружие будет необходимо сдавать на хранение в органы внутренних дел. Внесение изменений в законодательство пока на стадии разработки. Но ответственность законных владельцев оружия не уменьшается. Они в полной мере будут отвечать за нарушение установленных правил хранения оружия вплоть до уголовной ответственности. Если мы минимизируем тот вопрос, именно похищенное и утраченное оружие, мы, по крайней мере, будем сдерживать поступление данного оружия в нелегальный оборот. Любое оружие требует особого отношения. Недаром говорят, что даже незаряженное ружье может выстрелить. Сергей Високосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Около полутора тысяч осужденных работают на предприятиях, которые организованы прямо в местах заключения. Такую инициативу Департамента управления исправительной системы Карагандинской области поддерживают и предприниматели, и администрации региона. Тому подтверждением является подписание четырехстороннего меморандума между Управлением исправительной системы, Палатой предпринимателей, Акиматом и Управлением предпринимательства. Наверное, самая серьезная проблема исправительной системы – это чем занять заключенных. С прошлого года по инициативе Департамента УИС уже созданы и работают четыре проекта, в которых участвуют предприниматели с одной стороны и исправительная система с другой. Главная проблема на сегодня – отсутствие загрузки. Нет возможности занять работой всех осужденных. Мы хотим совместное предприятие организовывать на территории исправительного учреждения. Мы будем предоставлять площади, рабочую силу, а предприниматель будет заходить и привозить свое оборудование, устанавливать, вкладывать оборотные средства, и таким образом будет совместная деятельность. Главная в этом проекте не столько экономическая выгода, а она, естественно, будет работать на развитие малого и среднего бизнеса, сколько привлечения осужденных к труду. Бесплатно они не работают, и к моменту выхода на свободу на их счету уже будут деньги, которые помогут начать новую жизнь. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Палата предпринимателей открыла выставку местных производителей. Среди участников – строительные компании, которые не могут найти сбыт внутри Казахстана, так как существует тенденция ввоза аналогичных товаров из-за границы. Выставка «Строй индустрии» открылась в Караганде, чтобы показать жителям нашего города, какую продукцию они производят в регионе, начиная от радиаторов и заканчивая железобетонными изделиями. Тем самым бизнесмены демонстрируют свои возможности. Почему мы открываем это в Нуратане? Потому что Нуратан – это является партией власти. Соответственно, все люди сюда приходят и видят, чем богат наш регион. В рамках послания народу Казахстана идет поддержка представителей малого и среднего бизнеса. В партии Нуратан и Национальной палатой предпринимателей заключен меморандум о взаимном сотрудничестве. Организация выставки занималась ассоциацией строительства в Караганде в области по поручению Акима области. Также это будет организован для того, чтобы помогать нашим товаропроизводителям, пропагандировать их опыт, показывать их продукты для того, чтобы наши производители, наши подрядчики и все населения в нашей области знали, что мы производим, как производим, и искать пути улучшения и, для прочей, работы по совершенствованию сферы производства. Открытие этой выставки, в первую очередь, это поддержка малого и среднего бизнеса и реализация меморандума, подписанного нами совместно. И надеюсь, что сегодняшняя выставка поможет нашим предпринимателям развивать малый и средний бизнес не только в Караганде, Карагандинской области, но, я думаю, далеко за пределами нашей республики. Детский травматизм на дорогах области волнует не только дорожных полицейских, но и школы. Объединив усилия преподавателей и представителей управления административной полиции города Караганды, провели в ряде школ агитационные встречи с учащимися по разъяснению правил дорожного движения. Более подробно в следующем репортаже. Если на перекрестке движения регулируются светофором, надо подчиниться сигналам светофора. Ребенок – существо эмоциональное, увлекающееся. Ему пока не присуще рассудочное отношение к событиям. Ярко и красочно объяснить ему, что необходимо соблюдать дисциплину на дорогах, непросто, но необходимо. Дорожные полицейские проявили максимум изобретательности, и простое лекторское обращение вылилось в впечатляющее шоу с привлечением юных инспекторов дорожного движения. Бабдашам! 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 Мероприятие переросло в запоминающее событие. Надо отдать должное карагандинским дорожно-полицейским. Именно с их подачи было возрождено в Казахстане детское движение «ЮИД». Сегодня юные инспекторы – главные пропагандисты безопасности на дорогах. Провелись лекции по детскому дорожно-транспортному травматизму, по недопущению детского дорожно-транспортного травматизма. Также выступили юные инспекторы дорожного движения с агитационной программой. Подобные неформальные воспитательные мероприятия дорожные полицейские провели в двух школах – в 101-й и в 92-й. А в городе около 80 средних учебных заведений. Так что работа по профилактике травматизма на дорогах среди детей только началась. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. В детском саду «Гульнур» музыкальные руководители дошкольных учреждений города обменялись опытом работы. Встреча была организована при поддержке городского отдела образования и посвящена 80-летию шахтерской столицы. Подробности далее. Детский сад «Гульнур» в следующем году отметит свой 60-летний юбилей. Он ненамного моложе Караганды. За это время здесь выросло не одно поколение маленьких жителей города. Заботливые воспитатели учат детей читать, писать и открывают в них творческие способности. Сегодня собравшиеся музыкальные преподаватели, воспитатели мини-центров рассказывали о методике работы с детьми дошкольного возраста. Показывали практические уроки. Руководство детского сада положительно относится к таким встречам, так как маленькие детишки узнают все больше интересного. Сегодня мы встречаем в нашем детском саду музыкальных руководителей мини-центров. Как отметено в стратегии «Казахстан-2050», мы должны воспитывать в наших детях новый казахстанский патриотизм. Педагоги нашего детского сада разработали программу «Быстым-алем», где мы хотим сформировать у детей фундамент нравственно-патриотического воспитания. Мероприятие приурочили к 80-летию шахтерской столицы. Здесь руководители вместе с воспитанниками рассказывали о любимом городе, читали стихи и пели песни. Преподаватели говорили и о очередном послании президента страны. Как известно, лидер нации особое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения, ведь именно они – будущее нашего суверенного государства. По словам организаторов мероприятия, такие встречи полезны и преподавателям, и детям. Я считаю, что их надо почаще делать, конечно, но по мере возможности у нас не хватает времени. В году много очень других мероприятий, но мы рады этому хотя бы один раз в год проводить. Желаем, чтобы все приходящие что-то для себя пополняли, делились опытом, потому что где-то есть литература, где-то ее нету. У одного она залежалась, у кого-то еще ее нету, поэтому здесь стараемся делиться. С тем, что такие мероприятия важны для развития детей, согласны и сами родители. Как ребенок готовится, как он старается не подвести своих воспитателей, это о многом говорит. Ихние старания, также старания музыкального преподавателя не проходят зря. Только положительные эмоции, что у меня, что у моего ребенка. Дети – это наше будущее. Маленькие воспитанники детских садов, которые только учатся жить и открывают для себя первые возможности общения, должны получить хорошие знания, ведь от этого зависит вся их дальнейшая жизнь. Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 4206-49. Аман Сау, Волгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин